Всем привет! Сегодня 24 июня, утро, наконец-то выбрался на рыбалку, на разведку, попробовать половить щуку, ну и окуня, хищника в общем. Я сейчас в камышах, вокруг поет камышница, просто красота. Нас называют камыши, но это вот тростник южный, это рогоз, у нас это чакан называют, например. Например, вышел налегке в первый же водоем возле дома, просто попробовать, будет ли клевать. Воды в этом году мало, но ничего критичного, это нормально. Циклические бывают периодами паводки, уровень воды всегда разный. В 2015 году тоже, например, было мало воды. Что, надо выходить быстрее, быстрее. Проход еще прям заросший, обычно он почище бывает, но еще люди не ходили видать здесь после зимы. О, ну и тут уже вон вода уже рядом. Пробираться-то и не пришлось, я думал, будет более заросшее все. А вот уже и выход. Красота. Вот трава как высоко, обычно такое бывает в августе, уже к концу лета. То есть уровень воды небольшой, поэтому трава уже вся вышла. И жара сейчас 40 градусов в дне. Как красиво. Красота. Вырос я вот в этих камышах, в альменях, поэтому для меня это прям мою душу греет. Очень приятно здесь находиться. Месяц я не был, никакой месяц, два месяца не был на рыбалке на хищника, поэтому... А на такой рыбалке уже вообще год, наверное, не был. Не хватает слов, чтобы описать эту красоту, эти чувства. У меня вот эти ближе места, чем реки. Приятно, очень приятно здесь находиться вообще. Какая-то эйфория прям в душе. Это все мое родное. Это родина моя. Так, что у нас тут... Удилище 5.18. С тестом. Катушечка тысячная. 0.12 плетенка. Титановый поводок. Вот он, этот воблерок. Мустанг Минол 90. Плавающий. По поверхности прям практически идет 10 сантиметров. Вот такой у меня был. Вот он весь покусанный. Несколько лет я им ловил. А в этом году вот приобрел под натуральный цвет. Ну и чтобы... Он очень ловистый, поэтому... Вдруг вот так оторвешь. Чтобы на рыбалке всегда был шанс поставить другой воблер такой же. Просто вот в этом году заметил его зимой. Сразу же купил в магазине. Потому что... Почему-то они вот редкие. Первый забросик на щуку. Посмотрим, что здесь. А в камышах жизнь кипит. О! Был выход какой-то. Есть. Сначала был выход, а потом первый же заброс на воблер. И вот она. Наверное, небольшая. Или это вообще окунь? Нет, щука. Скорее всего, мелкая щука. Ну ладно, но зато первая щучка. Иди сюда, родная. Вот она. Вот она. Худая-худая. И... Да что-то сорвалась, хотел сказать. Мелкая и худая. Бывает. Ну... Ё-моё, первый заброс на воблер. Это интересно. С этого воблера всегда начинается у меня рыбалка. Потому что... Ну, это самое то. Буквально вот 5-10 сантиметров он уйдет от кромки, от поверхности воды. И он плавающий и мощная игра. Поэтому вот именно в таких заросших местах самое то. Пойдем дальше, посмотрим. Здесь одна щучка зацепилась. Вот под тот берег бы туда дальше. Думаю, интереснее будет. Да, как давно не плавал тоже на лодке вот так, с веслом. И погода сегодня классная, вот эти тучи сверху, солнце как-то закрывают. Так вот это ярко тоже у нас бывает днем. Дни сейчас длинные. Жара 40 градусов. А сегодня прям идеально. Что-то денек. Ветра были. Вот что интересно. До 21-го, вот до нерестового... То есть еще когда был нерестовый запрет, до распреда, был штиль. Штиль такой, хорошие дни. Только 21-й, сразу с утра ветер начал дуть. А сегодня прям супер. Сегодня отличная погодка. Сейчас блесну кидаю. Пробую. О, тут же с заброса не понял. Что это? Окунь или щучка взяла? С заброса прям. Окунь. Окунь-то неплохой. Так. Это хорошо. О, какой окунек. Сейчас воблерки попробуем мелкие. Окуня тоже интересно ловить. Видно, что в их... Ох. А вот, может быть, и щука стояла в траве. Я прям чувствую удары. Вот они гонятся, гонятся за блесной-то. Ни фига себе. Что-то не хватает. Странно. Вот, опять есть. Но это... Скорее всего, это щука. Окунь. Окунь так не будет биться. Да. Наверное, щука. Окунь так не будет биться. Щуку искал, искал. Может быть, на поппер попробовать? Поппер у меня большой. Как он летит хорошо. Удилище, конечно, не особо под попперы это. Ох. Первый же... Первый же хлюб и атака щуки. Ни фига себе. Вот, на что надо ловить. Наверное, плохо видно, правда. Первый же хлюб, атака щуки была. Удилище надо пожестче для поппера. Ладно. Что это было? Как будто окунь, что ли, что-то некрупное. Есть. Такое ощущение, как будто... А, нет, это щучка все-таки мелкая. Я думал, локунь. Он даже мелкая щука берет. Такой поппер крупный. Первая щука на поппер в этом году. Кстати, вот на попперы у меня всегда крупные щуки. Ну, вот и мелочь, конечно, брала. Но вот как-то крупняк часто попадался именно на попперы. Потому что она где-то стоит, видать, слышит. И подходит, крупная щука. Может, траве где. Как-то на попперы было лучше всегда. Долго проводку делать попперам. Вобблером быстрее, как-то можно обловить. А попперам надо остановки делать. Небольшие рывочки. Есть. Но зато вообще азарт это совсем другой. Сейчас вылет был щуки. Просто удовольствие. Вот это послушать. Посидеть здесь. Тишина, ветра нету. Такое спокойствие. Я не знаю. Вот даже никаких трофеев не надо. Машка лазить на объективе. Такое наслаждение. Сейчас чуть дальше перешел. Сейчас опять на поппер попробую. Туда куда-то дальше. Вот я обычно дальше ухожу. Не знаю. Даже идти неохота. Здесь вроде хоть поклевки, хоть ничего крупного нет. Но я не знаю. Вот это первая рыбалка. Удовольствие не описать. Все вокруг поет. И вот это спокойствие. Тишина. Класс вообще. Есть опять атака. Больше на окуня было похоже. Так очень часто в начале бывают атаки. Все-таки я дойду до тех мест. Там вот есть вообще такие заросшие места интересные. Там сейчас я вспомнил. В принципе нормальные щучки ловились. Здесь зимой хорошо выбивают. Жерлицами сотни ставят. Круглосуточно жерлицы стоят. Ребята с сел занимаются. Выход. О, взяла. Да ладно. Опять маленькая. Блин, а только такой поппер. Такие щучки маленькие берут. Блесну маленькую поставил. Думал, локунь будет. Щучка мелкая. Но щука вся вот такая здесь. Добрые ее здесь шугают. Гоняют. Видать. Опять тут же. Ну, тут это окунь. А окунь небольшой. Трава что? Вот есть опять. Мелкая щука стоит. Мелочь. Пузатая. Вот окунь тут же. Короче, каждый заброс что-то попадается на блесну. Да, окунь, конечно, не крупный. Чего-то не полетела блесна. Опять. Это больше на окунь похоже. Нет, щучка. А сколько я кидал. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть. Опять щука. Какая она здесь худая. Вроде голова вон большая. Пусть какая огромная. Чтобы удобно было. Ладно, сейчас что-нибудь покрупнее поставим. Есть. Есть. Вот, по-моему, покрупнее. Да нет. Да, тучки расходятся. Жаль. Так хорошо было. Вот опять открытый участок большой. Здесь надо вон на воблер, наверное, пробовать. Вдруг щука стоит хорошая. Есть выход мелкая. Вроде бы. Блин, братьщик таких вот упитанная, щучка нормальная. До килограмма, там, я не знаю, прям 800. Просто ловлю, ловлю, а толку ноль. Не заглотила далеко. Да. Там за шабры. Да, щучку такую надо брать. Немножко разворотила ее. Сели оба аккумулятора. Сейчас заряжал камеры и уже немножко прошел. Метров 300-400 до начала прохода в другой альмень, в большой. Сейчас разведка только начинается. Тучки так есть на небе, но вот солнечно. Как солнце появилось, сразу ветер стал гулять. Надо быстрее выходить, но ветер получается в ту сторону. Как раз будет затишка, когда я выйду в другой альмень. У меня тут щучка и окунек пока. Только надо их сюда закинуть. И идти дальше. Надеюсь, я пройду. Я сейчас посмотрел сверху. Проход, в принципе, четко видно. Одна часть. Тут как бы он из двух состоит. Сейчас я иду по одной части. Там будет небольшое расширение. Ну, как бы даже на такое нормальное. Но там мелко. А потом еще один будет проход. Тот вот пожестче. Ну да, вот он выход. Но это только первая часть. Там посложнее будет следующее. А, здесь карася, обычная тьма. Вон он разбегается. Карася здесь всегда много было. Даже видно, вода вот мутная здесь. Вот здесь много перьев, лебедей. Лебеди. Ну так с виду там проход за рощей, конечно. Посмотрим сейчас. Лодка узкая. Заостренная с обоих сторон. Поэтому, в принципе, пробираться можно. На такой лодке. Да, с каждым годом все больше и больше зарастает. Фу. Это настоящая разведка началась. Как вы любите. Е-мое. Как такового прохода, конечно, уже нет. На ощупь идем. Закончился аккумулятор на квадрокоптере. И вот он уже плачет, ревет. Надо сажать. Сейчас вот такую площадку небольшую приготовил в камышах. Весло у меня сломанное. Уже половинку потерял. Но там вон я ее вижу сзади. Сейчас буду забирать. Сейчас сам главный квадрокоптер посадить. Так, я себя вижу. Вот так вот. Не все так просто, как кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот его хватаешь и зажимаешь на пульте вот эти два джойстика. Вот он сейчас, это заводится мотор. Вот он завелся. Вот такая комбинация, выключается мотор. Я его посадил. Сейчас камеру поднимем. Я его посадил. Офигеть. Фу-фу-фу. Это что-то. Да, со съемками вообще жесть. Да, ну, кажется, все так просто, легко. Одно дело пробраться, другое дело все это заснять. Часть в одного. Вижу весло. Часть весла вижу. Фу-фу-фу. Есть. Ох, будем жить. Жить будем сегодня, не помрем. Вот так я лезу через рогоз. Как эта улиточка ползет. Вот такой сплошной рогоз здесь. Складывается ощущение, что моим страданиям пришел конец. Я вижу там дальше вроде бы воду. Это был вот такой путь просто. Вот такой. Как бы не ошибиться. Я сначала шел прямо, потом смотрю. А вправо вроде вода виднеется. Последний рывок. Последние метры. Да. А раньше я выходил. Блин. А я запомню. О, вы сухи плавают. Молодые. Очень сильно все здесь тоже заросло. Конец июня. Должно быть все в воде. Уровень невысокий. Поэтому так. Вон опять карася тьма. Карась разбегается. Ба, все в этом. В траве. Вообще офигеть. Не знаю, что я здесь наловлю. Все в траве. Видно, как уже снизу вода цветет. Зеленая становится. Вот она. Вот она. Щучка была. Вот она тоже. Странно. Рыба вроде полно тоже худая. Щури ата. Щури ата. Здесь щука большая. Хотя бы полтора-два. Нету ее уже. Ух ты. А это по-моему было покрупнее. Да ладно, опять. Блин, мне кажется, это крупнее щука. Хотя бы килограммчик вроде в ней есть. Два выхода. Странно. Ладно, нету этой щуки. Пойду дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. К очередному окну подошел. Кидал-кидал. Сейчас на поппер. Я атаковала щука. Я не снимал. О, и щука-то хорошая. Вот, как обычно. Вот. Да, тоже вот она худая. Блин, она должна быть килограмма два. Если была бы... Если была бы... Да что ты, е-мое. Если была бы такая... Упитанная, она худая. Злюка вообще. Придется штаны обрезать немного. Я говорю, худая. Вообще худая. Голова, вон, какая здоровая. Блин, на реке такие, я говорю, килограмма два весят. А здесь нифига. Не знаю, кантер я взял, не взял. Сегодня взвешивать. Стоять. Стоять. Бояться. Ну, вот уже хоть что-то. А собирался уже все. Не клюет. Вообще нету поклевок. Собирался уходить отсюда. Окон-то нету особо. Вот ковер сплошной. Ковер. Ну, блин, поппер еще не пробовал. И вот так вот раз. Раз. И она выпрыгнула где-то на середке. Я думаю, уже если не будет щуки. Потому что... Потому что, потому что... Потому что уже все расшугало. Хорошо не сорвалась, пока я камеру включал. Вот такая была первая разведка в этом году на щуку. Не всегда разведки бывают удачные. Ну, в этом году, я говорю, из-за паводка, из-за низкой воды вот так получилось. Мало воды. Вода прогрелась быстро. И трава вышла. Все в траве. Вон, ковер целый. В принципе, это даже хорошо бывает на щуку. Но сейчас почему-то нет. Почему-то хуже стало. Но вода прям теплая. Я шел. Очень теплая рыба. Видимо, куда-то сбежала. В более такие холодные места. Все равно результатом я доволен. Самая главная информация. Теперь я знаю, что здесь, в принципе, пока делать нечего. Да и все хуже и хуже будет. Еще целых два месяца. Жары еще. В сентябре будет. Тоже жара будет в сентябре. Поэтому не знаю. Здесь, мне кажется, все вообще зарастет. Вот только когда температура начнет падать, с ней и трава начнет опускаться. Но это где-то в конце октября. То есть в конце сентября, октябрь. Не раньше. Не знаю, что я там заснял. Флешки постоянно менял. Практически все снимал. Надо будет много вырезать, чтобы поменьше было видео. Старался именно все показать. Все как есть. Все заснял. Дальше возвращаться он по проходу. Где-то он здесь. Опять пробиваться. Ну, уже, я думаю, надеюсь, полегче будет. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Пока. А мне еще грести до дома. Не знаю, как я догребу. Ну, вот сейчас пока тучка. Сверху вон тучка. Пока солнце закрывает. Пока нормально. А так вообще жара, конечно. Жара конкретная. Сверху вон. Так. Перчанили. Здравствуйте. Надеюсь, яANA. Уф! Уф! Уф вот, ящик. уф! 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 Субтитры сделал DimaTorzok